Всем здравствуйте! С вами на связи федеральная юридическая группа Дело Время. Меня зовут Струкова Ольга, я практикую юрист в сфере банкротства, управляющий партнер компании Дело Время. Напомню, что мы занимаемся списанием долгов с 2015 года, и по настоящий момент у нас не было ни одного проигранного дела, когда бы должнику не списали его долги. Перед просмотром этого ролика обязательно подпишитесь на наш канал на YouTube и нажмите на колокольчик, чтобы всегда получать оповещения о свежих выпусках, а также подпишитесь на наш Telegram канал, так вы будете всегда в курсе выхода новых роликов и актуальных новостей. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что сегодня мы поговорим с вами об исполнительном производстве, а в самом конце вы узнаете, можно ли повторно открыть исполнительное производство. Итак, что же такое исполнительное производство? Исполнительное производство – это одна из завершающих стадий гражданского процесса, то есть когда задолженность взыскана или требование удовлетворено судом, либо совершена исполнительная надпись нотариуса. Как уже понятно из самого названия данной стадии, она направлена на принудительное исполнение решения суда или иного органа. Основанием для начала данной стадии, а по-другому для возбуждения исполнительного производства, необходим документ основания. Чаще всего это решение суда или судебный приказ, и оно обязательно должно вступить в законную силу, то есть прошло определенное время для его обжалования. Специальным беденством, которое занимается исполнением решений судов, является Федеральная служба судебных приставов. Если должник добровольно исполнит решение суда, то исполнительное производство возбуждаться не будет. На основании вступившего в законную силу решения суда, взыскатель получает исполнительный лист, который как раз таки и является основанием для возбуждения исполнительного производства. После поступления исполнительного листа в службу судебных приставов, пристав-исполнитель дает должнику 5 дней для добровольного исполнения решения суда или иного акта. По истечению этого срока пристав имеет право применить любой вид исполнительских действий, арест банковских карт, имущество, ставить запрет на совершение определенных действий и иные. Кстати, а что могут арестовывать приставы, можно подробно посмотреть на нашем канале. Ссылка на экран и в описании к видео. В каких случаях пристав может приостановить исполнительное производство? Такие основания содержатся в законе об исполнительном производстве. Есть случаи, когда пристав обязан это сделать, а есть случаи, когда он вправе это сделать. Пристав обязан это сделать в случае смерти должника, объявлении его умершим или признании безвестного отсутствующего. Если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица, требования или обязанности допускают право преемства. Утрата должником дееспособности. Участие должника в боевых действиях в составе вооруженных сил. Введение арбитражным судом в отношении должника-кажиданина, в том числе индивидуального предпринимателя, процедур, применяемых в деле о несостоятельности. Банкротство. Принятие судом к рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении его размера или высвобождении от взыскания исполнительского сбора. Пристав вправе приостановить исполнительное производство полностью или частично. В случае нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении. Для этого нужно обязательно подтвердить документально данный факт. В случае розыска должника, его имущества или розыска ребенка. Просьбы должника, проходящего военную службу по призыву вооруженных силой Российской Федерации, а также иные случаи. Кроме этого, главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав субъекта РФ или экзамы вправе приостановить исполопроизводство в случае поступления жалобы на постановление, действие либо бездействие подчиненных им должностных лиц службы судебных приставов. На время такого приостановления все меры принудительного исполнения также прекращают свое действие. Может ли пристав повторно открыть исполнительное производство и через какой период? Да, может. И по общему правилу, исполнительное производство может быть снова возбуждено через 6 месяцев после его окончания. А теперь поподробнее. Например, человек задолжал сумму денег по решению суда. Приставы возбудили исполнительное производство, но взыскать ничего не удалось. Производство закрыли по причине невозможности установить местонахождение имущества и должника. Исполнительный лист пристав возвращает взыскателю. Исполнительное производство оканчивается. И теперь взыскатель вправе вновь предъявить исполнительный лист приставов, но не ранее 6 месяцев со дня окончания исполнительного производства. Но может подать и ранее. Но тогда он обязан предоставить сведения об изменении имущественного положения должника. Например, стало известно, что должник получил на ответство имущества, трудоустроился, а может быть и работает даже неофициально. И, делая вывод, можно сказать, что исполнительный лист может предъявляться до бесконечности. Долг сам собой не спишется. Дорогие друзья, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое, что исполнительный лист ваш или в отношении вас уже ходит по несколько лет по кругу от пристава, а потом снова к взыскателю, потому что с должника взять нечего. Ну а если же ваши долги висят долгое время у приставов, а возможности оплатить их нет, не забывайте, что существует процедура банкротства физических лиц, по итогам которой с вас будут списаны все долги и кредиты. А для того, чтобы узнать, подходит ли именно ваша ситуация под процедуру банкротства, перейдите по ссылке в описании к этому видео, и наши юристы проконсультируют вас бесплатно по вашей ситуации. Ну и, конечно, не забываем поставить лайк этому видео, ведь мы трудимся для вас. Всем пока!